Академия Купуева, которая расположена в городе Ож, привлекла прямые инвестиции в размере 700 тысяч долларов от инвестиционных компаний AVI Frontiers и AVI Ventures. Это первая частная школа Кыргызстана, которая смогла привлечь инвестиции от международных институциональных инвесторов. Общий объем финансирования школы на сегодняшний день составляет 2 миллиона 800 тысяч долларов, полтора миллиона долларов из которых инвестиции от институциональных инвесторов. Гибкое долгосрочное финансирование от AVI Ventures позволит Академию Купуева построить второй кампус, учитывая высокий спрос на инновационную учебную программу школы. Новое здание увеличит общую вместимость до 600 учащихся. Академия Купуева – это прогрессивная частная школа, расположенная в городе Ож. Школу основали кыргызстанцы, сестра и брат Аселия и Мирсаид Купуевы. Они получили образование в американских топовых университетах и долгие годы проработали за рубежом. Заработанные сбережения Купуевы вложили в строительство школы. Объем собственных вложений составляет 1 миллион 300 тысяч долларов. Аселия, на фоне того, что сейчас у нас наблюдается очень сильный отток капитала из страны, то, что вы смогли привлечь инвестиции в частную школу, причем в Аше, и причем от институциональных инвесторов. Ну, это, наверное, очень такая важная новость. И как вам это удалось? Мы начали над этим проектом работать в начале этого года, когда поняли, что ту школу, которую мы построили два года назад, что на эту школу большой спрос, и что у нас уже как бы мест мало становится. У меня младший братишка Мерсейд Купуев, у него очень обширные контакты в инвестиционном мире. И мы начали делать бизнес-план, всем подавать. Кыргызстан, хоть и маленькое государство, но очень большая часть населения молодое. А где молодежь, там очень много и креативности, и идей, и роста в будущем. То есть как рынок, он может быть интересен для инвесторов? Да, я так думаю. И самое главное, нам нужно доказать, что есть хорошая команда, которая верит в идею, что позитивно настроена, что есть какой-то опыт успешный. И я думаю, можно найти инвесторов на такие проекты. Первый кампус вашей школы вы запустили два года назад. И вы сейчас говорите, что спустя два года, даже спустя год, вы поняли, что есть необходимость расширяться. То есть это говорит о том, что есть спрос на хорошее образование, даже в регионах. Когда мы начинали работу, мы тоже сомневались, будет ли спрос на частное образование нового типа. К счастью, сразу же в течение одного-полтора лет мы убедились, что есть большой спрос. Родители тоже заинтересованы давать качественное образование. И мы хотим доказать, что хорошее качественное образование можно получить также и в Аше, что не надо за этим ехать, допустим, в Бишкек. Ну, вообще школа, насколько это вообще эффективно с точки зрения бизнеса? Я думаю, образование – это, наверное, один из самых перспективных видов бизнеса во всем мире. Потому что мир меняется так быстро, технологии новые постоянно. То есть потребность в образовании существует не только для молодежи, для детей, но и для поколения старше. Из-за этого мы должны быть готовы к тому, что человек должен постоянно переобучиваться. То есть он должен постоянно получать образование. И школы, и какие-то колледжи, я думаю, это всегда будет иметь спрос. Еще один такой очень важный, наверное, фактор – то, что инвестиции в образование имеют очень сильный большой мультипубликативный эффект для экономики. Чем больше инвестиций в образование, тем быстрее и сильнее развивается экономика. Мы вот тоже можем взять пример нашей семьи. Я была одной из первых выпускников программы «Флекс». Это возможность провести целый год учиться в американской школе и жить в американской семье. Это было в 1993 году. После этого у меня жизнь полностью поменялась. У моего брата, младшего брата, тоже похожая ситуация. Он тоже учился во «Флекс». Мы оба получили образование в лучших университетах США. Нам удалось из своих сбережений плюс посредством инвестиций вложить в экономику города Ож около 3 миллионов долларов. И это только на протяжении нескольких лет и только два человека. А вот представьте, если школу начнут давать такие возможности многим людям. И тогда, если мы смогли привлечь 4 миллиона, то и другие дети тоже могут в будущем через некоторое время этого добиться. И не нужно бояться того, что, допустим, наши выпускники могут ездить, уезжать за рубеж, учиться. Потому что, если не все, то многие вернутся. Если не вернутся, то они будут поддерживать семьи, которые остаются здесь, в Кыргызстане. То есть, если говорить о вашем бэкграунде, вы работали в Макинси, у вас большой опыт работы в крупных международных институтах. Почему вы решили вернуться? Я всегда знала, что я вернусь в Кыргызстан. Вопрос был во времени. Когда я поняла, что для себя в лично профессиональном плане я достигла всех успехов, я поняла, что сейчас наступило время приехать в Кыргызстан и работать на благо себя, на благо Кыргызстана. Еще один фактор повлиял. Я проучилась 2 года по программе «Кадры 21 века». Это программа, которую спонсировало государство. И я хочу, чтобы теперь я работала и отдавала все это обратно государству. Насколько бы это высокопарно не звучало, мне кажется, это мои искренние пожелания. В начале интервью вы сказали, что у нас население молодое, и это дает очень много преимуществ. Да, у нас 37% идут до 12 лет, а 57% это до 30 лет. Очень молодое население. Но при этом сейчас этот процесс автоматизации идет, и он как бы не остановится. Что снижает спрос именно на низкоквалифицированных специалистов. И с этой точки зрения тоже вот как раз таки у Кыргызстана, наверное, и нет другого выбора, выхода, кроме как развивать образование. Каждая семья в Кыргызстане начинает ценить роль образования. Очень много примеров того, как молодежь, которая хорошо учится, которая к чему-то стремится, они, например, получают возможность учиться в лучших университетах мира. Когда вот все люди читают, они понимают, что нужно тратить на образование. Это показывает, вот много школ появляется, в том числе и в Аше. То есть люди начинают ценить хорошее образование и готовы уже платить за это. Мы хотели создать красивую школу, чтобы ребенок, когда приходил в школу, он радовался, и ценил эту красоту, и как бы уважал это. Тоже по стандартам устанавливаем раковину, чтобы дети могли помыть руки. На каждом этаже у нас красивые туалеты, чистые красивые туалеты. То есть для нас туалет – это как бы одно из основных прав человека. Если у ребенка нет возможности в чистоте сходить в туалет, ну, о чем мы можем говорить, да? То есть мы хотим воспитывать, чтобы ребенок сам себя уважал. И как мы можем думать, допустим, о качестве образования, если он будет ходить в туалет на улице, в эту дурочку, да? И где там будет вонять, и все такое, да? Мы гордимся, что мы поставили школу совершенно другого формата. У нас есть, конечно же, мы удовлетворяем все стандарты государственного образования. Плюс к тому же мы предлагаем уникальную программу, которая состоит из большого количества дополнительных занятий. Эти дополнительные занятия нацелены на создание, воспитание современного человека для новых условий, да? Допустим, у нас есть такие занятия, как предпринимательство, дебаты. Мы к этому решению пришли летом. Решили отменить любую школьную форму. Для нас очень важно, чтобы дети, у них было право выбирать одежду на каждый день. Мы хотим, чтобы дети были, чувство свободы воспитывать даже вот с таких мелочей. У нас, например, есть свободная форма, у нас есть свободное, есть занятие, которое ребенок может выбирать по выбору. То есть чувство свободы мы должны воспитывать в детях именно вот с таких мелочей. Для меня, допустим, поездка в США по программе обмену, когда я была школьницей, она действительно поменяла всю траекторию моей жизни. Потому что это дало возможность мне увидеть мир и понять, что я могу сделать все, что я захочу и за что я хочу работать. Наши дети не умеют мечтать. Допустим, они хотят, может быть, максимум, они хотят поступить, допустим, в Американский университет Центральной Азии. А почему только АУЦИ, да? А почему бы не мечтать о поступлении, допустим, в Принстонский университет или Стэнфордский университет? И мы хотим создать ту школу, которая дает возможность детям смотреть на себя как жители, граждане всего мира. Чтобы они могли мечтать и получать возможность учиться в лучших университетах Европы, США, Азии. Продолжение следует...